Здравствуйте! В студии Виктор Тихонов. Это итоговый выпуск новостей на телеканале Губерния 33. Главных событий дня далее в программе. По решению губернатора Владимира Сипягина, во Владимирской области режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен по 30 апреля. Это сделано для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом пожилых людей. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 67 случаев заболевания ковидом. Больше всего инфицированных выявили в областном центре 15 человек. 75 жителей региона выздоровели, 5 пациентов скончались. Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 30 394 случаев заражения. Чтобы поддержать финансово немедицинских работников, которые трудятся в инфекционных госпиталях, глава региона продлил действия стимулирующих выплат. Ежемесячную надбавку в размере 8 300 рублей сотрудникам будут выплачивать до июля. Доплата положена немедицинским работникам, которые каждый день контактируют с ковидными пациентами. Деньги также получают рабочие, устраняющие аварийные ситуации и технические неполадки в красной зоне. На сегодняшний день в нашем регионе такие выплаты получают 135 человек. Они работают в 16 инфекционных госпиталях региона. Всего на финансовую поддержку этой категории специалистов из областного бюджета выделено почти 9 миллионов рублей. Масштабно, торжественно и максимально безопасно. Владимирская область готовится к празднованию Дня Победы. Как провести торжества в условиях пандемии накануне обсудили на совещании с участием главы региона. В прошлом юбилейном году из-за ограничений массовые мероприятия были отменены. Все торжества проходили онлайн. В этом году регионы вправе самостоятельно решать, в каком формате праздновать День Победы в зависимости от эпид-обстановки. Губернатор Владимир Сипягин поручил разработать два сценария празднования Дня Победы – традиционный и онлайн. Вопрос о проведении шествия бессмертного полка также будет решаться в зависимости от эпид-ситуации. При этом, как и в прошлом году, акция «Бессмертный полк онлайн» состоится. Все в нашей области с апреля по июнь учреждения культуры планируют провести 50 масштабных мероприятий. Глава региона также отметил, что в любом случае каждый ветеран, вдово-участников войны и труженики тыла должны быть окружены заботой и вниманием. Речь идет не только о федеральных и региональных мерах поддержки, но и об адресной помощи ветеранам, которую может оказать любой желающий. И к другим новостям. 18 апреля у Владимирской области пройдут дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Всего запланировано три избирательных кампании в Петушинском, Суздальском и Гроховецком районах. Уже завтра стартует досрочное голосование. Территориальные избирательные комиссии будут работать для жителей, которые по уважительной причине не смогут проголосовать в основной день. В обл. избиркоме отмечают, выборы будут конкурентными. На три депутатских мандата претендует 11 кандидатов. В Петушинском районе у нас выдвинуто пять кандидатов. Зарегистрировано четверо. Представитель одной из политических партий, он просто не представил документа на регистрацию. Четыре кандидата было выдвано в Гроховецком районе. Все четверо кандидатов зарегистрированы. И из пяти кандидатов, которые выдваны были на выборы в Уголюбовском сельском поселении, отказ в регистрации получили двое, трое кандидатов зарегистрированы. Поэтому на всех избирательных участках у избирателей будет возможность выбора. В основной день голосования, 18 апреля, в регионе откроют 4 избирательных участка. Два в Петушинском районе и по одному в Суздальском и Горховецком. Выборы будут проходить с соблюдением всех мер безопасности. Сделаем все возможное для того, чтобы участковые избирательные комиссии также по максимуму, как это было летом и осенью, были оборудованы такими же средствами, чтобы избиратели могли обработать руки. Единственное, мы не планируем выдавать маски участникам голосования, потому что все-таки за последний год маски стали неким таким обязательным элементом для выхода на улицу. Поэтому надеемся, что избиратели придут, как я уже говорил, в своих средствах нивидальной защиты. Продолжаем выпуск. Жители города Владимира жалуются, что им пришли квитанции с неверными начислениями за воду. Счета за март выставили по данным за декабрь прошлого года. По словам Владимирцев, проблемы с платежками начались в конце марта. Квитанции за услуги водоснабжения люди получили не напрямую от Владимирводоканала, а через посредника – единый расчетный кассовый центр. В проблеме разбирался Игорь Липский. Разина 21. Главный офис единого расчетного кассового центра. 9.30 утра. В очереди уже больше 40 человек. С 25 марта расчет за услуги Владимирводоканала теперь производит ЕРКЦ. Организации заключили агентский договор. Люди уверены, при передаче данных была допущена ошибка. За март жителям города предлагают заплатить по нормативам, выставленным в декабре. Я передала сведения в водоканал, а они не передали показания счетчика. И теперь я квитанцию получила, заплатила. А у меня там… По 9 кубов берут. Я оплатила, они еще долг выставили оттуда. Откуда они взяли долг? Иду разбираться. В очереди десятки пенсионеров. Людям старше 65 лет приходится нарушать правила самоизоляции, чтобы оплатить квитанции вовремя. Народу много в пандемии, вот это вся разница. Это я привился, понимаете? А народ ведь не привился. Заболеет ненародом. Владимирцы говорят, связаться с операторами ЕРКЦ оказалось не так-то просто. По словам жителей, весь рабочий день линия занята. Два дня звонила, раз по 20. Ни водоканал не берет. Я думала, может, ну мало ли ошибочно. Скажут, ну там ошиблись, приезжайте, разберемся. А здесь вообще, как будто бы они разговаривают. Трубка снята весь день до 5 часов. Внутри офиса ситуация еще хуже. Из-за количества желающих оплатить квитанции в здании давка. Люди пытаются отвоевать свое место в очереди чуть ли не силой. Мы там не стояли. А мы сюда очередь давно заняли. Стойте на здоровье. Стойте. Я вас не пущу. Да не пущу тебя, обязательно. Нервы людей накалены до предела. Некоторые переходят буквально на крик, чтобы понять, откуда такие очереди. Здесь стоят и два часа стоят в какой-то танцейке плевой. Руководство компании настаивает, очереди возникли из-за того, что люди пока не привыкли к новой системе. Странные цифры в квитанциях – это перерасчет за те месяцы, когда абоненты не успели вовремя передать показания счетчиков. Зачастую вопросы связаны с начислением, исходя из показаний приборов учета. То есть, часть жителей, соответственно, какая-то несущественная, передавали показания приборов учета позже, нежели чем мы осуществляли передачу базы данных между нами и Владимиром Водоканалом. Соответственно, те объемы, которые не были учтены в платежном документе за февраль, будут учтены в платежном документе за апрель. Во Владимир Водоканале сообщили, что проблема с квитанциями могла возникнуть из-за невнимательности жителей города. Владимирцы должны были провести поверку счетчиков до конца марта. Об этом их информировали в платежных документах. Все, кто не успели это сделать, получили квитанции с последними показателями за декабрь. То, что мы передали ЕРКЦ, они просто выставляют по показаниям декабря. Хотя, фактически, они уже должны выставлять по среднему, в связи с тем, что по законодательству, если вы не предоставили данные о поверке в течение трех месяцев, то, в общем-то, за эти три месяца вам будет начисляться среднее начисление. Но, скорее всего, вот, видимо, с этим и возникли проблемы. В ЕРКЦ уверяют, ситуацию держат на контроле. Кроме главного офиса на Разина-21 в городе работают еще пять филиалов. На улице Балакирева, Добросельской, Труда и на Батурина. У Центрального рынка и у Аполья. В планах открыть еще два новых офиса. На Нижней Дуброве и в микрорайоне Юревец. Уточнить данные в квитанциях специалисты центра предлагают по телефону горячей линии, куда владимирцы не могут дозвониться. Также информацию разместили на сайте ЕРКЦ. Но этой возможностью не могут воспользоваться пенсионеры. Им, видимо, придется штурмовать главный офис компании. Игорь Липский, Олег Маньков, Губерния, 33. В микрорайоне Юревец рядом с пешеходным переходом на выезде на федеральную трассу М-7 появится новая ливневка. Такое решение приняли в городскую администрацию. Огромная лужа на этом участке дороги, по словам жителей, образовывается всегда после обильного таяния снега и сильных дождей. Владимирцы уверены, новая ливневка здесь необходима. Сейчас жители микрорайона каждый день с тревогой смотрят прогноз погоды, ведь в сезон дождей они вынуждены постоянно сушить промокшую обувь. Все время, каждый раз, как только дожди пройдут, так все время такая лужа. Расширяли дорогу и почему-то с лишней придумали. Машины стоят, где обходить? Я вот почти вот, нога уже сырая. Могут обрызнуть, машина может обрызнуть. И так топнешь. Ну и так. Чиновники поручили специалистам Владимир Водоканала предложить техническое решение этой проблемы. В ближайшее время эксперты должны разработать план установки новой ливневой канализации и системы отвода, таллах и дождевых вод от дороги и пешеходного перехода. Но не все проблемы жителей областного центра еще решены. У Владимира вдоль улицы Завадского люди вынуждены идти прямо по проезжей части. Вдоль дороги нет тротуара. Жители просят городских чиновников решить проблему. Идти по проезжей части не только запрещено правилами. Владимирцы рискуют погибнуть под колесами автомобилей. Когда на Завадского появится тротуар? Выяснили мои коллеги. Проблемный участок находится между домами 15 и 15А на улице Завадского. По словам местных жителей, тротуара здесь нет уже много лет. Владимирцам приходится идти прямо по проезжей части. Несколько десятков метров люди идут, постоянно оглядываясь. В любой момент пешеходов может сбить автомобиль. Владимирцы вынуждены нарушают правила дорожного движения. Мы, между прочим, вот так мучаемся все время, ходим здесь по дороге. Вот, смотрите, здесь всего 200 метров сделать тротуар, чтобы люди нормально ходили. Утром ученики ходят, мамочки с колясками везут детей в профте, вот это вот училище. И вот так вот мы по такой дороге ходим. Еще, слава богу, сейчас немножко, вот видите, можно где-то пройти. Отсутствие тротуара вызывает недовольство у жителей микрорайона. Но так как проблема не решается уже несколько лет, прогулка вдоль автодороги стала для них привычным делом. Приходится по проезжей части идти. Очень удобно. Горячее завозят сюда. И тут колдобины, и все. Плохо, конечно. Приходите по дороге идти? Конечно, вы видите, какие дороги. Это не все проблемы улицы Завадского. Жители считают, что одного пешеходного перехода здесь явно недостаточно. Чтобы перейти дорогу, не нарушив правила, надо пройти не одну сотню метров. Чиновники заверяют, в этом году улицу Завадского ждут глобальные изменения. Дорогу не только капитально отремонтируют. По окончании работ предусмотрено там размещение устройства надземного пешеходного перехода. Соответственно, безопасность людей повысит. Что касается тротуара, то работы пока по его устройству на этот год не запланированы. Но задача поставлена по разработке проектного решения. И с наличием финансирования эти работы могут быть выполнены. В мэрии отмечают, чтобы на улице Завадского сделали тротуар, жителям микрорайона надо написать официальное письмо в управление ЖКХ. Помощи предлагают искать и у депутатов горсовета. Оперативность решения проблемы зависит от количества жалоб. Администрация города ориентируется на то, есть обращения или нет. Если они есть, то касается, грубо говоря, одного человека или большой группы граждан. И, соответствующим образом, приоритеты выставляются. Потому что сразу на все, ни денег, ни времени, у нас, естественно, ни сил не хватит. А по наиболее массовым обращениям, конечно, администрация города принимает определенные управленческие решения. Жителям города не обязательно направлять письменные обращения. Заявление можно подать в онлайн-приемную администрации города. Также жаловаться на проблемы чиновникам можно и на портале госуслуг. Илья Лопушенко, Антон Рылов, Олег Маньков и Андрей Беляков. Губерния, 33. Они занимаются расследованием преступлений. Работают без выходных. В любое время суток их могут вызвать на службу. Сегодня в России отмечается День следователя МВД. О людях, которые выбрали эту непростую профессию, расскажет Екатерина Старикова. Она прошла путь от простого следователя до заместителя начальника следственного управления МВД региона. В органах внутренних дел Галина Тюхай почти 30 лет. На пенсию полковник юстиции вышла ровно 4 года назад. Именно 6 апреля, в День следователя. И это не единственное совпадение в ее жизни. В 2010 году меняла паспорт, когда мне исполнилось 45 лет. Когда я получала, посмотрела на дату, оказалось 10 ноября 2010 года. Это был последний день милиции в нашем государстве. Со следующего года этот праздник уже был праздник сотрудника органа внутренних дел. В магию чисел Галина Александровна верит и считает, что именно профессия следователя – ее судьба. Работать в милиции она решила еще в 9 классе. После школы поступила в Саратовский юридический институт, закончила его и вернулась во Владимир. В 90-е уровень преступности зашкаливал. В одной из дежурств молодого следователя возле кинотеатра «Русь» в Добром произошли массовые беспорядки. У них была забита стрелка. И там около 100 человек задержали, всех доставили в ОВД. И была проведена очень большая работа с потерпевшим. Я его допрашивала, наверное, около 4 часов. И в конце только допроса было, выяснилось, что действительно никакого факта вымогательства не было. А что он просто был людям должен деньги. Разбои, нападения, кражи, преступления завершали и подростки. В Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Галина Александровна ходила регулярно. Она специализировалась на расследовании уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Их были сотни. К каждому ребенку Галина Александровна находила свой подход. Следовала главному принципу – не относиться к уступившимся подросткам как к преступникам. Позиция такая у меня лично была, что каждому ребенку надо дать свой шанс. Поэтому раньше была такая статья в уголовном кодексе, уголовно-процессуально прекращали с передачи на поруки или в комиссию по делам несовершеннолетних. И вот хочу сказать, что ни разу жизнь не обманулась. Для старшего следователя по особо важным делам Дмитрия Базилевского вопрос выбора профессии тоже не стоял. После просмотра кинолент следствие ведут знатоки и место встречи изменить нельзя, решил работать в полиции. В органах Дмитрий с 2010 года, а в следственном управлении – 7 лет. Как-то с детства во мне было воспитано чувство справедливости, к которому хотелось стремиться. И я видел себя в погонах, потому что военный, красивый, здоровенный. И как-то не представлял для себя другого направления деятельности. Рабочий день у следователя ненормированный. Круглосуточно его могут вызвать на место преступления. Раскрытие уголовных дел во многом зависит именно от следователя. И семья Дмитрия это понимает, как и все родные сотрудников органов внутренних дел. Екатерина Старикова, Андрей Беляков, Губерния, 33. Космос глазами детей. В Владимирской области подводят итоги конкурса детского рисунка «Славные страницы истории Отечества». На выбор ребятам предложили сразу 10 творческих заданий. Главная тема художественного проекта посвящена 60-летию полета человека в космос. Лучшие работы представили на выставке в Доме космонавтов и в Подмосковном центре подготовки имени Юрия Гагарина. Некоторым призерам конкурса посчастливилось там побывать. В том числе и 7-летней школьнице Александре Сидоровой из города Киржача. «Хочу поздравить ветеранов и космонавтов с полетом Юрия Гагарина в космос. Я участвовала в конкурсе и рисовала своего прапрадедушку Шалаля Александра Семеновича и рисовала свою семью». Выставку посетили космонавты, общественники и призеры конкурса. Рисунки провели в космосе целый год. Всего около двух сотен работ. Популярными темами у юных творцов оказались три. Первый в космосе, победа в Великой Отечественной войне и Россия многонациональная. Самому юному участнику творческого проекта всего четыре года. Космонавты каждый рисунок закрепляли на иллюминаторе, а потом фотографировали. Чтобы сделать это в невесомости, понадобилось немало усилий. Эта выставка позволила объединить не только Владимирскую землю, Московскую, Тамбовскую, Белгородскую, Дальний Восток. И вот в таком количестве эти рисунки побывали в космосе. Но самое главное, что я очень рад, что вот эти позитивные мысли, которыми мы руководствуемся, они осуществились. И я очень горд тем, что открывая эту выставку, я вижу, что сейчас, в данный момент, глядя на эти рисунки, мы видим, что это эти люди, эти дети, которые рисовали, они помнят и дорожат нашей историей. Благодаря общественной организации «Фрегат» удалось провести два телемоста. В режиме реального времени ребята смогли пообщаться с космонавтами, а также увидеть свои рисунки в 400 километрах от Земли. Призером конкурса готовят заслуженные награды. Их они получат из рук космонавтов после снятия всех ограничительных мер. Гусевские музейщики придумали и воплотили в жизни стандартный проект. В нем они объединили два абсолютно разных направления в искусстве – произведение из стекла и живопись. Главным участником творческого эксперимента стал ведущий Владимирский мастер, чей талант высоко ценят и в России, и за рубежом. Наталья Забнина расскажет подробнее. Его творческий мир, как стекло, чистый, тонкий, невесомый, но это только иллюзия. Реальность в работах Владимира Севастьянова обретает вполне заметные мазки. Всего на выставке представлено 120 картин мастера. Самая лучшая работа всегда у художника, она должна впереди. А здесь какие-то вот такие исключения делать – это как бы мой материал, мое видение окружающего мира, моя ассоциация, мои мысли. Владимир Севастьянов – художник состояния. Чаще оно монохромное, склонное к хандре, реже – цветное. Грани его настроения играют здесь разными красками и не только на холстах, но и в отражении хрустальных предметов. Нам бы хотелось пожелать зрителям вот в этом стремительном мире, вот в этой стремительной жизни остановиться на мгновение, посмотреть вокруг себя и удивиться, и полюбить такой прекрасный мир, который нас окружает. Об этом работой замечательного художника Владимира Севастьянова. Выставочное пространство – как палитра художника. Акцент сделан на прозрачных витринах. В них портреты, пейзажи и этюды. Здесь работы Владимира Севастьянова похожи на хрусталь. Они не сжаты рамками и требуют к себе особого внимания. Редкое сочетание формы и цвета, как единого целого. В творчестве Владимира Севастьянова цвет играет огромное значение. То же самое и в стекле цвет тоже играет большое значение. И здесь мы с вами увидим, как гармония цвета в живописи, гармония цвета в стекле. Объединить необъединяемое высшее искусство. Владимир Петрович признался, в успех идеи не верил. Поначалу он даже испугался и отказался участвовать в монтаже собственной выставки. Художник решил полностью довериться сотрудникам музея и не пожалел об этом. Сейчас во мне еще более взволнованно стало, потому что я увидел, выставка хорошо организована. И вот сочетание с материалом в стекло, прикладным искусством, который очень рискован на такой момент, потому что материал сам по себе, это красота. Такой выставки за 40 лет творческой деятельности у него еще не было, признается мастер. Хотя в копилке Владимира Петровича их больше ста. Работы художника украшали ведущие площадки Москвы, Петербурга, Германии, Ирландии. Картины Севастьянова хранятся в 13 музеях России и зарубежья. Но этот вернисаж для мастера особенный. В музее Хрусталя произведение живописи в отражении магического стекла можно увидеть до 6 июня. Наталья Забнина и Александр Парфенов. Губерния, 33. Сотрудники Национального парка Мещера сегодня опубликовали результаты необычного конкурса. Месяц назад они предложили жителям Владимирской области придумать имена для самок зубров. Пять редких животных перевезли из госзаказника Муромске еще в январе. И все это время их не знали, как назвать. Жители региона предложили для краснокнижных парнокопытных 40 вариантов имен. Из них сотрудники Национального парка выбрали 5. Влада, Влия, Власта, Владычица и Влюбинка. Имена жители области придумывали, следуя правилам. Для девочек они должны были начинаться на слог ВЛ. Как заверяют участников конкурса, остальные имена не пропадут. Ими будут называть других новичков стада. Ведь популяцию зубров в Гусь-Крустальном районе планируют увеличить. В ближайшее время в питомник, расположенный в районе деревни Савинская, привезут еще 10 зубров. На этом наш выпуск завершен. А эфир телеканала продолжит программа «Здесь и сейчас». Ее ведущая Ксения Воронина уже в студии. Ксения, добрый вечер. Добрый вечер, Виктор. Какая тема программы сегодня? Мы сегодня поговорим о возобновлении диспансеризации во Владимирской области. О том, зачем ее проходить и чем она может помочь. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. В студию вернемся через пару минут. Не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...